Но чтобы продолжить тему телегонии дальше, я хотела бы у вас спросить, что такое аура или биополе человека? Вам известно? Аура или биополе человека? Ну, тогда познакомимся. Вот здесь вот на фотографии изображён будущий профессор Кирлиан вместе со своей женой. В 1939 году в городе Краснодаре, это Северный Кавказ, занимаясь ремонтом медицинского оборудования, они обнаружили, что все предметы, которые нас окружают, все без исключения, имеют вокруг себя свечение. Это свечение стали фотографировать и назвали его аурой или биополем. С помощью метода Кирлиана фотографируют всевозможные предметы. Вот здесь, посмотрите, с этой стороны фотографии есть. Очень интересна вот эта вот фотография внизу. С помощью метода Кирлиана фотографируют только руку человека, диагностику проводят по кончикам пальцев. Вверху сфотографирован палец в состоянии агрессии, внизу палец в состоянии гармонии. Вы видите, что биополе человека меняется в зависимости от его состояния. Это способ фотографирования с помощью фотоаппарата Кирлиана. На сегодняшний день это уже устаревшие достаточно съёмки. Вот современные съёмки биополе человека. Здесь сфотографирован один и тот же мужчина. Вот это первая фотография. Он только что пришёл на съёмки. Его сфотографировали. Вы видите, в его поле чёрное пятно. Чёрное пятно на съёмке ауры появляется тогда, когда у человека есть негативная энергия. К негативной энергии относятся агрессия, ревность, зависть, ненависть, обида, склоки всевозможные. Это комплекс негативных энергий, которые на фотографии появляются в виде чёрного пятна, а в реальной жизни это такая дыра в биополе человека. Посмотрите на вторую фотографию. Биополе человека изменилось. Он успокоился, пришёл в состояние равновесия. Его сфотографировали, его аура стала другой. В состоянии равновесия каждый приходит по-разному. Кто с помощью молитвы успокаивается, кто выезжает на природу, отдыхает там, успокаивается, а кто просто лёг, поспал и всё прошло. То есть вы видите, что наше биополе меняется в зависимости от нашего внутреннего мироощущения, от того, как мы воспринимаем этот мир. Ни вы, ни я на сегодняшний день своих биополей почти не видим. Но на этой территории, где вы родились и живёте, так было не всегда. Если бы вы видели свои биополя, тут сидели бы все такие красивые разноцветные шарики. У каждого своя цветовая характеристика, свой диаметр биополя. В среднем диаметр биополя человека занимает от 2 до 7 метров. Всё зависит от силы воли и характера человека. То, что видите вы меня, то, что вижу я вас, это всего лишь физическое тело человека. От всего человека физическое тело занимает всего лишь 5%. 95% — это наша невидимая полевая составляющая. То, что мы не видим, это то, что определяет нашу основную жизнь, есть основа нашей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok